Итак, мы рады приветствовать вас на одном из центральных матчей этого тура. Олим первенства Фон Элл среди команд 2-го дивизиона. Решетняк Никита, номер 64-й Воротов, Кайков Денис 4-й, номер Жестоков Максим 22-й, Бочаров Антон 14-й, Морозов Константин 99-й. И я думаю, что дело в психологии. Итак, стартовый свисток прозвучал, команды готовы. Неудачные очки потеряли где-то там, еще как-то не получилось. Поэтому по составам-то команды... Хороший перехват Маркелова, может момент хороший быть. Здорово Маркелов подработал себе мяч, пробил и... Возможности Маркелова, ты знаешь, прямо сейчас видим мы, что... Ну, возможно, где-то рядом с рукой мяч оказался у него. Чуть-чуть неловко действовал в плане занимаемости позиций. А вот здесь на Горелешвиле выход. Смотрим, как развивается эта атака. Маркелов устремился вперед, будет обыгрывать и получается у него это сделать. Передача нужна хорошая и Тюкалов... А игрок в Волге, видимо... Еще раз посмотрим. Второй раз подряд уже Маркелов очень легко Илью Максименкова проходит. И вот эта передача была здоровская. Да, отличная атака. Смотрим внимательно. Замерли и местные болельщики. Прямым ударом со штрафного. Вот еще раз смотрим. Да, удар был неприятный. И вот это Максиму жестокого. Что Максим пытается сделать? Бочаров. Дальше еще одна передача, но она не проходит. И судья отправляет всех на перерыв. Главный арбитр тоже готов. Дает свисток. Михаил Горелешвили разыгрывает мяч с Денисом Кайковым. Молодость, конечно, сыграет свои еще матчи и научится. Очень многое в жизни футболистов приходит с опытом. Денис Кайков сейчас чуть замешкался. Сейчас Амкаровцы жестоков. Жестоков классно на оперативный простор для Бочарова. Смотрим мы, чем эта атака может завершиться. Бочаров двигает мяч на Дауру Квиквискири. Все прекрасно знают, что Даур может обыгрывать один в один и подавать с разных ног совершенно еще одна передача. Смотрим вот на ваших экранах этот момент. Передача идет и, ну, да, центральной части. Я думаю, сейчас поддержка болельщиков очень нужна нашим ребятам. Ох, Каштанов сейчас будет проверять вот этот гол. Вот этот гол Каштанов забивает обводящим ударом в дальний угол. И здесь, ну, ни в коем случае нельзя винить решетника в этом пропущенном мяче. Это гол красавец, конечно, безусловно. Единственное, наверное, тут надо отметить, что далее быть на ударную позицию, как-то совсем никого рядом не было. По-моему, был простой аут, и как-то получилось так, что с него мы пропустили гол. Такое ощущение, что Каштанов сам не ожидал от себя такого удара. Просит он поддержки у местных болельщиков. И, слушай, некоторые ответили ему аплодисментами. Ну, мягко говоря, все-таки уступала по игровым эпизодам. И вот появился Каштанов, вокруг которого не было партнеров. У него была возможность самостоятельно решать эпизод. Ух, какая... Еще один опаснейший удар. Это был бы еще один гол красавица. Еще раз посмотрим момент у Ридии. Ушел он от... А, нет, там решетняк все-таки. Дроздов низом здорово нашел Маркелова. Маркелов по центру начинает атаку. И здесь... Здесь нужно цепляться за мяч. И это нарушение бесспорное. Бесспорное, очень опасное. Как это все было. Еще раз. Журавлев добрался до мяча, да. И прям специально оставлял. Даур Квиквискири и Михаил Горелешвили у мяча. Кто же будет бить? Даур или Михаил? Михаил бьет. Михаил Горелешвили сравнивает счет на 88-й минуте. Мы видим Константин Морозов с перебинтованной рукой. Мы видим трибуны. Мы видим, как массажист Денис Бурдин там сейчас выскочил. Ох, дыхание, если честно, перехватило от этого мяча. А мы сейчас увидим еще раз в повторе, как это было. Пробил он в дальний, в вратарский, можно сказать, угол. Мяч юркнул туда и не празднует Михаил Горелешвили. Забил он своей бывшей команде. Волга тут же в игру включается. У Риди ничего просто больше не было. За что спасибо красно-черной команде за настрой. Маркелов, очередная атака. Нужно, нужно дожимать. Бочетов Кирилл, мяч получает это. Что это? Угловой будет. Ну да, и большой привет болельщикам Ульяновской. Сейчас вновь нехорошо стало игроку розыгрыш. Розыгрыш штрафного подача. Недостаточно высокая, но мяч продолжает находиться над штрафной площадью Амкара. И очень опасно сейчас было. Очень опасно сейчас было. Нужно мяч этот выбивать обязательно куда-то за пределы штрафной площадки. Вот сейчас у Волги был отличный момент. Отличный момент для того, чтобы вернуть себе преимущество в счете. Матч завершен. Матч завершен. Счет 1-1. Я бы, наверное, назвал его закономерным.